Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня мы поговорим про подарки от разработчиков. Да-да-да, потому что каждый из вас может получить совершенно бесплатно какой-либо подарок. Как же получить, что наделать? Прямо сейчас присаживайтесь, заварите чайок, берите конфеты, печеньки, самое главное, прожимайте огромнейший лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Хочешь новую аркану Танто совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней гол-пасса? Ответ тут, просто зайди на G-Standove, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Также у них в группе проходит конкурс на ножики, и еще в счастливые часы можно открыть кейс со скидкой 50%, а и еще получить бесплатный ножик. Переходим к барабану бонусов, по моему промокоду получаем его совершенно бесплатно, все эти промокоды есть в описании. Я, короче, подумал, а что это разработчики даже подарки делают, а я не делаю. Ребята, бесплатный гол-пассик я вам хотел бы подарить. Короче, ну, только без уровней, говорю сразу, я не миллионер. Но, ребята, чтобы получить бесплатный гол-пасс, вам надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео до конца. Ну и самое главное, без перемоток. И третье, самое важное, напиши любой хороший комментарий плюс твои идеи. Всем желаю удачи. Ну, а прямо сейчас давайте, ребятки, вместе с вами поговорим про награды, какие же были в прошлом сезоне. В сезоне номер 2, например, я получил такую награду за мой ранг элита. Но что же будет в этом сезоне, ребята, это просто жесть. Так, ну что же, давайте рассмотрим. Вот все награды, каждый может посмотреть на ту награду, которую он получил. Я получил, наверное, одну из самых крутых наград. Просто посмотрите, у меня, врубляя, предпоследняя награда. Круче это, если бы у меня была легенда и получил бы вот этот брелочек. Но это еще все впереди. Так, ну что же, а теперь, какие же награды за кланы Войны? Ну, а прямо сейчас хотел бы с вами поговорить про награды за кланы Войны. Вы не поверите, но за это тоже можно было получить брелок. Я не знаю, почему у моего клана было звание Гол 4. Но почему-то мой клан не получил никакой награды. Просто, ребятки, обратите на все это внимание, как же все это красиво. Я просто в шоке. То есть можно было получить любую из этих наград, но почему-то я за сезон номер 2 ничего не получил. А что же получил именно ваш клан, прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ребята, мне очень интересно почитать, потому что я такой награды вообще ни разу не видел. Но в официальной группе она есть и, скорее всего, некоторые из вас ее получили. Ну а сейчас мы, ребятки, поговорим немножко о приятном. Это гифтбокс. Давайте начнем о том, как же его вообще можно было получить. Раньше просто за то, что ты заходишь в игру, те давали гифтбокс. Это была разовая акция. Кажись на Новый год, ты просто заходишь и следует гифтбокс. С гифтбокса ты можешь выбить Керамбит Голд, АВМ Спорт, куча-куча всего. Но ясен, пень, шанс был очень-очень маленький. Шанс в том, что вам выпадет АВМ Спорт или Керамбит Голд, но он примерно равен 1, наверное, к 10 тысячам. А то, может, и 1 к миллиону, потому что шанс прям очень-очень маленький. Ну а теперь просто представьте, что какой-то Вася Пупкин получил подарок 3 года назад. Ни одного рубля не с донатившим Стэндов 2. Сейчас он заходит, и он понимает, что он миллионер, потому что гифтбокс стоит 6к голды. Это очень хорошо, и это прям идеальный капитал вложений. И просто представьте, сколько их было много на рынке, но сейчас все равно цена 6 тысяч. В отличие от Килинского Чармпака, который до сих пор стоит 250 голды. Ну а теперь самое интересное, а будет ли какой-то гифтбокс или какая-то халява в этом году? Да, ребятки, все будет. Значит, первое, о чем хотелось бы сказать, то, что будут новые награды. Ну, то есть, они бывают каждый год, но в этом году награды будут особенно, потому что они просто нереально красивые. Давайте прямо сейчас вместе с вами посмотрим на вот эту вот награду в виде дракона, потому что каждый из нас с вами сможет ее получить. Посмотрите, как она классная. Блин, она очень-очень сочная. Я хочу себе эту награду. Так вот, ребятки, получается так. У нас будет первое. Награда за кланы воины. Второе. У нас будет награда за союзники. Да-да-да, вам не послышалось. Я прямо сейчас играю в режим союзники. И за этот режим союзники тоже будет награда. И еще и помимо режима союзники будет еще награда за ваш ранг в ММе. Это же просто трындец. Как много разной халявы. Ну а теперь еще немножко приятным. Есть такая вероятность, что 1 сентября добавят специальный гифтбокс, потому что разработчики прекрасно понимают то, что они перед нами немножко провинились. Как бы это смешно ни звучало, но реально, мы ждали об новости месяцев. И они прекрасно понимают то, что надо как-то задобрить аудиторию, потому что многие ютуберы недовольны, многие подписчики недовольны, многие ушли с тендов и не вернулись обратно. Поэтому, конечно же, скорее всего, 1 сентября я буду ждать гифтбокс от разработчиков. И если они все это сделают, то я, в принципе, буду на них даже не зол, а только рад. Ну а теперь очень хорошая новость для подписчиков канала Кент-ПК. Вы знаете то, что я регулярно провожу стримы. Так вот, я уже, наверное, задолбал разработчиков, потому что я у них спрашиваю, ну когда вы мне уже дадите промокоды на голдпассы? Когда вы мне уже дадите промокоды на новые скины, новые ружки, новые ножи, танты и так далее? И знаете, что они говорят? Они говорят то, что пока что не выдают, но в ближайшее время начнут. Поэтому, ребята, мой вам совет, если хотите получить еще одну халяву, прямо сейчас быстро подписались, поставили лайк и кайфуем. Ну а теперь еще одна сезонная халява от разработчиков, это боевой пропуск. Есть припас, есть голдпасс. Многие из вас меня спрашивают, мол, Кент-ПК, а шо это ты не проходишь голдпасс? Ребята, ответ крайне прост. У меня нету так много свободного времени, чтобы проходить все эти задания. Просто, ребята, посмотрите, это трындец. Ну, к примеру, нанести 1000 урона сквозь препятствия в режиме закладка бомбы. Дать несложно. Тем не менее, это реально задротская тема. Это надо, блин, просидеть на минут 30. А шо пройти все эти задания? Не знаю, надо потратить часов 20 моего времени. Ну, ребят, конечно же, я не хочу проходить и терять свое время в никуда. Вы скажете, Кент-ПК, ты можешь задонатить. Ну, донатить я тоже не хочу, потому что, мне кажется, 5 косарей за нож танта, ну, личному мнению, это дороговато. Ну, знаете, что самое-самое главное? Я бы купил бы. Я бы купил бы. Но, 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 а зачем мне покупать, если вот эта вот коллекция уже в ближайшее время выйдет на рынок? Я просто выберу Дрэгон Райс коллекция, выберу нож танта и просто куплю себе за 1500 голды 2 ножа, а то и 3 ножа, и 50 голды. Можно позвать и все, что хочу. Поэтому, ребята, я скажу так, в ближайшее время ждем выхода Дрэгон Райс коллекции на рынок. Ну, а прямо сейчас хотел бы поговорить еще немножко про одну халяву, от которой у меня просто горит. У меня горит, разработчики, вы почему такие щедрые? Знаете почему? Потому что за последний месяц, это не шутка, это не сон, за последний месяц появилось, просто трындец, 5 новых АВМ Трэшер Хантеров! Какого хрена я жопу рвал? Я за 240 тысяч голды покупал АВМ Трэшер Хантер, а сейчас их целых 7 штук. И знаете, как их люди получают? Они просто играют в командный бой, они просто играют в соревновательный режим, они просто играют в скалку бомбы, и им рандомно падает АВМ Трэшер Хантер. Но знаете, что самое обидное? Самое обидное не то, что людям падает АВМ Трэшер Хантер, самое обидное то, что эти АВМ Трэшер Хантеры скамят, при том скамят один великий скамер, я не буду говорить его имя, но у него имя начинается на А, кто понял, тот понял. Так вот, этот великий скамер, он притворяется разработчикам, и просто забирает все АВМ ТХ, то есть по сути, ну из этих всех АВМ ТХ, ну штуки 2-3, принадлежат просто одному человеку, который просто скамит обычных школьников, и обманывает их на АВМ. При том, как мне говорили, он их так грамотно банывает, что даже не остается ни единого пруфа обмана. Поэтому, ребята, если вам когда-либо, каким-либо образом выпадет АВМ ТХ, я вас прошу только об одном. Пожалуйста, никому не верьте, никому не давайте логин и пароль, никому не продавайте, просто возьмите, продайте АВМ ТХ по закупу, и купите себе на эту голду инвентарь. Все, ни в коем случае не вставляйте на рынок, потому что, как только вы выставите на рынок, с большой долей вероятности, вам все раз за счет писать личные сообщения, и вас просто попытаются обмануть. Поэтому, ребята, пожалуйста, будьте умнее, не верьте всем этим мошенникам. А теперь конкретно вопрос к Кассельболт Студии. Почему? За прошлый год выпало всего 10 АВМ ТХ. Это за весь год 10 АВМ ТХ. По крайней мере, насколько я знаю, плюс-минус так. А конкретно за этот месяц выпало 5 новых АВМ ТХ. И цена с 300 К голды упала до 130. И угадайте, кто в минусе на 100 тысяч рублей? Конечно же, ваш Кент ПК. Мне буквально недавно Пушкарик говорил, Кентуха, продай мне по закупу за 250 К голды. Я такой, да не, братан, это сильно дешево. А теперь у меня даже за 150 тысяч голды никто не купит. Так, почтены, сейчас максимально внимательно. Это не реклама. Это мой Твич канал. На нем я вчера разыграл в 10 К голды. Просто не было зрителей. Было бы больше, разыграл бы больше. Ну, прямо сейчас переходи по ссылке в описании. Подпишись на мой Твич канал и жди раздачу голды. Бесплатно, без доната. Просто раздаю 40 К голды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова